Ну что ж, друзья, продолжаем эфир бизнес-канал на Финам.ФМ, его вторая часть, бизнес-класс. Тема сегодняшнего эфира – способы повысить конверсию интернет-сайта. Вот на эту тему мы сегодня разговариваем. Представляю гостя в студии бизнес-класса Дмитрий Голополосов, основатель сервиса Ротопост, управляющий партнер группы компании Синтек. Дмитрий, добрый день. Добрый день, всем зрителям. Здравствуйте. Добрый день, всем зрителям. Давайте начнем с того, что такое конверсия. По большому счету конверсия – это процент, который характеризует отношение количества людей, которые совершили какое-то действие, по отношению количества людей, которые зашли на сайт, если это применительно к сайту. Если мы берем офлайн, то, например, конверсия магазина – это то количество людей, которое прошло мимо двери по отношению к количеству, которые все-таки в магазин заглянули. — Это не связано, конверсия не связана с тем, что количество зашедших в магазин и количество купивших в этом магазине, ведь это тоже не одно и то же. — А вот тут уже возникает второй вопрос. Смотри, что получается. Мы можем мерить конверсию в разные действия людей. Мы можем померить конверсию людей, которые, например, по контекстной рекламе зашли на сайт и совершили покупку. Мы можем посмотреть конверсию людей, которые, например, добавили товар в корзину, и среди этих людей посчитать процент, который купил в итоге. — В конечном итоге, да. — Да. И некоторые, ну пока еще некоторые, к сожалению или к счастью для тех, кто занимается конверсией, пока еще не все этим занимаются. И некоторые интернет-магазины уже сейчас анализируют каждый этап действий пользователя на сайте и пытаются увеличить максимально конверсию каждого этапа. Вот. Если кто-то, например, да, если кто-то сталкивался с магазином Азон, то, вероятно, видел, что если добавить какой-то товар в корзину и не купить его, то через какое-то время на почту придет уведомление о том, что, дорогой друг, вы же добавили товар в корзину, самое время его купить. Так вот, они анализируют каждый этап и пытаются на каждом этапе пользователя дожать. Если мы не будем дожимать его, то будет некая конверсия. Если будем стараться, чтобы он сконвертировался, она будет расти. Я понял. Ну, а если вот поподробнее об этих этапах, можно, да, разложить вообще взаимоотношение, ну, потенциального покупателя с интернет-сайтом на некоторые этапы? Ну, начиная с того, да, по какой причине я этот сайт нашел, по контекстной рекламе я лицелезнаправленно в браузеры забиваю, да, там, потом что я делаю? Картинки там просматриваю, в корзину что-то заполняю, оформляю покупку, не оформляю. Вот как эти этапы выглядят? Угу. Тут получается следующая история, что мы можем анализировать поведение пользователя по различным характеристикам. Например, тот факт, что пользователь зашел на некую страницу. Мы можем считать это конверсией. Например, если у нас сайт, который предоставляет какие-то услуги, и нам важно, чтобы человек зашел на страницу контакта и посмотрел, где мы находимся, то вот факт захода на страницу контакта будет являться для нас конверсией. Если же, предположим, мы радиостанция, то для нас важной конверсией будет количество людей, которые прослушали эфир. Да. Тогда мы можем считать вот эти конверсии, что человек зашел на сайт и запустил плеер. Если же у нас, например, информационный сайт, например, СМИ, то там нам важно, как много новостей пользователь читает, то есть это количество посещенных страниц, и нам важно, например, время, проведенное на сайте. Еще называют, вот эти параметры объединяют, называют engagement, вовлеченность пользователя во взаимодействие с сайтом. Это в основном для контент-сайтов, для игровых сайтов, вот эта самая вовлеченность. И также сейчас современные средства аналитики позволяют анализировать практически любое действие пользователя. Будь то прокрутка страницы браузера мышкой, будь то клик на рекламу, например, или заполнение какой-то формы, или добавление сайта в закладки и так далее. Все это тоже... То есть все это подсчитывается, да? Да, все это можно... Глубина подсчета зависит от того, насколько подробно вы хотите изучить поведение своей аудитории. Ну и вот здесь, собственно, мы как раз подходим к теме, о которой заявили сегодня. А каковы способы повысить эту самую конвертацию? Ну, понятно, что мы должны быть мотивированы, мы должны действительно, как ты правильно сказал, заинтересованы быть в том, чтобы, так сказать, интерес аудитории подогреть к собственной продукции. Давай, пожалуй, начну на примерах. Давай. Часто компании покупают рекламу. Это может быть контекстная реклама, баннерная реклама или реклама в других видах. Часто на этой рекламе есть некий рекламный посыл, месседж, за который, собственно, клиент и цепляется. Не буду называть компанию, я у себя в блоге и в книге описывал эту ситуацию, что в Твиттере рекламировался некий функционал одного устройства. И по нажатию на рекламу я попадал на страницу с описанием этого товара. Так весь цимус оказался в том, что конкретно формулировка, которая была в рекламе, я ее даже не смог найти на странице. Но смог найти нечто похожее, пролистав, наверное, 10-15 экранов этой страницы. Что это означает? Меня сконвертировать так очень сложно. Конечно. Я зацепился заодно и не нашел. Это означает, что, смотри, с той стороны не очень хотели тебя в качестве покупателя увидеть. Просто уже твоя инициатива... Может быть, они просто хотели похвастаться своим функционалом, но не хотели сконвертировать меня в покупателя. И этот пример показывает то, что конверсия начинается уже с момента привлечения пользователя. То есть мы должны ему дать то, что он ищет. Если он вводит какой-то запрос в поисковую систему, видит результаты поиска, то, переходя на наш сайт, у него не должно возникать моментального желания вернуться в результаты поиска, потому что он не нашел то, что надо. И вот уже здесь начинается конверсия. Пользователь, который пришел откуда-либо, он должен получить то, что он хотел. Дальше уже можно разбирать подробнее. Дальше уже другие методы. Как сам сайт оптимизировать. Делать красненькие кнопочки, зелененькие кнопочки. Это важно, это важно. Кнопочки, да, мы же, естественно, реагируем на многие визуальные еще раздражители. Однозначно. Вот сейчас на многих сайтах видео есть. Почему? Потому что видео, оно, во-первых, привлекает внимание. Люди любят взаимодействовать с видео, потому что это нечто живое. И видео создает ту самую вовлеченность пользователя. То есть пользователь проводит на сайте много времени. Он смотрит видео. Хочет он этого или не хочет, он смотрит все, что вокруг этого видео. В какой-то момент он может захотеть и зарегистрироваться. Есть такие более хитрые приемы, когда пользователь заходит на сайт, начинает смотреть видео. У него никакой рекламы нет. Он смотрит видео. И в какой-то момент, когда в видео озвучивается некая возможность, у него на сайте появляется дополнительный функционал. Например, если вы хотите этой возможностью воспользоваться, введите свой e-mail и получите информацию. Это тоже такой способ так называемого контекстного изменения сайта под пользователя. То есть мы понимаем, как он себя ведет, и мы под него подстраиваемся. Да-да-да. Главное, что эта информация вовремя возникла. Потому что если бы она изначально там была, я бы на нее посмотрел, и желания у меня особо воспользоваться ей нет. А тут как раз вот в моменте, что называется. У нас немножко осталось времени до новостей. Буквально два слова скажи. Ты про какую-то книгу упомянул 15 минут назад. Это что такое? Да, у меня с собой есть книга. Моя книга? Да, моя книга. Она вышла в июле в издательстве Питер. Называется «8 способов увеличить коммерцию сайта». Тираж практически уже распродан. И сейчас ожидается до выпуск. Так что... Это здорово. А, кстати, 80 способов. Их действительно 80? Или так просто для красного словца? По-моему, там немножко больше. 82. Ну, 80, конечно, это цифра такая внушающая, впечатляющая. Хорошо. Значит, Дим, смотри, мы сейчас прерываемся. У нас новости на Финам.ФМ. Я еще раз напомню, мы сегодня обсуждаем возможность повысить конверсию интернет-сайта разными способами. Даже, как выяснилось, больше 80. Об этом рассказывает Дмитрий Голополосов. Итак, сейчас новости на Финам.ФМ. Потом продолжим эфир. Ну что, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Дмитрий Голополосов, основатель сервиса Ротопост, управляющий партнер группы компаний Синтек. Мы говорим о том, как повысить конверсию интернет-сайта. Более того, есть более 80 способов это сделать. Я сразу хочу похвалиться, извините уж мне, мое желание. Хочу похвалиться. В паузе Дмитрий любезно подарил мне свою книжку. Итак, она у меня в руках. 80 способов повысить конверсию сайта. Уважаемые слушатели, у вас тоже есть возможность получить от Дмитрия эту книгу. Для этого надо проявить активность, как минимум. Значит, позвонив в студию, пообщавшись, задавь, может быть, свой вопрос, Дмитрий, соответственно, выберет счастливчика. Я напомню, телефон студии 6510996, код города 495. И сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что же, Дмитрий, давай продолжим. Ты предложил обсудить, что такое способы. Что такое способы? Да, что можно понимать под словом способ. Что описано в книге. По сути, это некий пример того, как было сделано на каком-то сайте и какие результаты это принесло. Надо четко себе давать отчет, что если у кого-то что-то сработало, это не значит, что у вас сработает ровно так же и ровно тот же самый прием. Это значит, что тот способ, который у кого-то сработал, это гипотеза для вас. Гипотеза, которую надо проверить. Точно так же, как мы не можем сказать, что для любой компании красный цвет это хорошо. Нет, не для любой. Если говорить о том, как цвет может повлиять, тут еще, наверное, оговорюсь о том, что не все компании любят рассказывать о том, как они добились каких результатов, потому что, по сути, это некое их конкурентное преимущество. И пока их конкуренты не видят, как же им удается делать такой большой средний чек, как такую высокую конверсию, им и хорошо. Конечно. Поэтому кейсы, они чаще всего появляются уже постфактум. Когда некое событие произошло, появляется кейс. Я приведу пример с сервисом Ротопост, которым я занимаюсь. У нас есть регистрация, на главной странице есть кнопочка зарегистрироваться. И изначально у нас была просто кнопочка зарегистрироваться. Нажимаешь ее, попадаешь на страницу регистрации. Мы считали процент конверсии в зарегистрированных пользователях, пользователи, которые заполнили формочку и по e-mail подтвердили, что они действительно хотят это сделать. Мы решили поэкспериментировать с конверсией. Сделали не просто кнопочку, а сделали поле для ввода e-mail и кнопочку. Введите свой e-mail, нажмите кнопочку. Некое такое упрощение процесса. Конверсия повысилась. Причем она повысилась значительно, по-моему, где-то на 40%. На 35 или на 40%. Мы пошли дальше. Подожди, а из-за чего она повысилась? Упростилась задача? Кнопочка так же называется, да? Зарегистрироваться. Немножко текст был другой. Зарегистрироваться и начать работу. Мы экспериментировали с разными текстами. Тут все просто. Мы смотрим, берем несколько тысяч человек, сколько из них зарегистрировалось. При таком варианте, при таком варианте. Иногда, иногда, и это один тоже из таких краеугольных камней, иногда наши предположения, они ошибочны. Пользователи ведут себя иначе. Иногда кажется нам, что сайт красивый, им пользоваться одно удовольствие. Но у реальных людей мнение другое. Им дай сайт попроще, и они там будут конвертироваться лучше. И это, кстати, одна из причин, почему некоторые популярные сайты вы можете видеть в старом дизайне. Они не меняют дизайн. Часто они пробуют новый дизайн, а он не идет. Конверсия падает. И они сохраняют старый дизайн. А, кстати, связано это еще с некой, ну, закостенелостью, что ли, пользователей? Ну, вот если я несколько лет пользовался, да, сайтом со старым дизайном, пришел новый, может быть, даже он удобнее, но мне так лень вот в этом во всем разбираться. Верните мне старый дизайн, и я буду продолжать, значит, радоваться жизни. Особенно, если у сайта сформировано некое ядро аудитории. Вот если есть постоянные пользователи, которые привыкли, заходят и пользуются им, то, конечно, для них новый дизайн — это, ну, скорее, негатив. Конечно. Но если поток новых клиентов на сайт больше, и новый дизайн показывает лучшие результаты, то, конечно, придется немножко пожертвовать чувствами старых пользователей и дизайн менять. Вот. И, говоря о деньгах, да, вот пример того, как цвет влияет на деньги. У нас изначально на сайте была красная кнопочка. Вот та самая, которая, да, авторизация, регистрация? Да, регистрация. Была красная кнопка. Мы решили проэкспериментировать с другими цветами. Сделали кнопку оранжевую, кнопочку синюю. Это в цветах нашего сайта, потому что сайт оранжево-синий. И сделали кнопочку зеленую, которая, ну, она вообще никак не сочетается ни с чем из того, что есть на сайте. Ну, и, наверное, выделяется именно поэтому. Да. И результаты эксперимента показали о том, что зеленая кнопка работает лучше всех. И зеленая кнопка показала конверсию на 35% лучше, чем красная. Другие кнопки показали меньше конверсию. Что это значит для нас? Да, у нас сайт не прям огромный, да, у нас не огромный интернет-магазин, у нас сервис. Тем не менее, у нас есть определенное количество регистраций каждый день, которые мы знаем. Увеличение конверсии на 40% это дополнительно 40% регистраций. Мы знаем, сколько приносит в течение года каждый пользователь денег в систему. И таким образом мы можем посчитать, и я делал расчеты, и на тот момент, когда мы это делали, у нас получилось, что простое изменение цвета, это дает несколько миллионов рублей годового оборота. Просто изменение цвета. Ничего себе. Что уж говорить о крупных интернет-магазинах, либо о сайтах, которые продают высокомаржинальные продукты. Совершенно верно. Дим, спасибо. У нас есть звонок, давай пообщаемся со слушателями. Олеся, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Очень интересна у вас беседа. Она меня заинтересовала, соответственно, чтобы позвонить. Можно ли получить от вас какие-то рекомендации? Я являюсь сотрудником земельной областной компании. И, возможно, какие-то способы продвижения нашего продукта. А у нас поселки, земля, то есть, возможно ли что-то как-то нам улучшить? Возможно, какие-то тенденции в форм-линии есть именно для нашей сферы. Олеся, а вы в курсе, что Дима мне подарил свою книжку «80 способов повысить конверсию сайта»? И у него есть еще одна для слушателей. Я бы с удовольствием ее тоже получила. Я понял. Тогда сейчас не отключайтесь, пообщайтесь, пожалуйста, с нашими звуковиками. Они запишут ваши координаты и, собственно, книжка ваша. Спасибо за вопрос, Олеся. Спасибо. Что-то давайте поговорим о загородной недвижимости. Тема актуальная. Не, ну, в принципе, я так понимаю, о недвижимости нам можно особо и не говорить. А, Олеся, ты как профессионал, да, вот они занимаются вот подобными вещами. Ты как профессионал, что может такого появиться на сайте, что сразу же во многом увеличит ту самую конверсию? Ну, на мой взгляд, я здесь служу не только как человек, который занимается конверсией, но и как человек, который буквально год назад выбирал себе как раз поселок, в котором строить дом. То есть ты можешь на личном примере, да, на что ты в конечном случае могу сказать, что именно меня заинтересовало. Крайне важный момент — это интерактивность. Я хочу видеть поселок, видеть инфраструктуру, видеть, что занято, что не занято, что есть. Потому что часто оказывается, что приезжаешь, а там несколько иначе все, чем было на сайте. Чем на картинке. Чем в том числе и на картинке. Например, когда я в том месте, где я в итоге себе начал строить дом, я когда ехал туда, у меня было впечатление, что это просто огороженные места, где идет строительство. Оказалось, что там есть всего две улочки, на которых участок упирается в березовые рощи, за которыми уже идут другие дома. И это для меня сыграло такой ключевой момент. Мне показалось, что если во дворе дома растут березы, это очень красиво. Это лучше, чем вокруг тебя только другие дома. Сайт этого не показывает. И, возможно, это сыграло бы хорошую роль. Вот интерактив очень важен. Но, как минимум, план поселка. Дальше, для того, чтобы... Подожди, ты говоришь, сайт это не показывает. А, в принципе, можно, чтобы на сайте я увидел вот эти самые березки? Да, конечно, можно к каждому участку по клику прикрутить картинку. Либо видеообзор. Сейчас даже на большинстве строек уже есть веб-камеры, где можно посмотреть реальный процесс. Если мы возьмем некоторое время назад, то все строительство показывалось в виде фотографий. Чтобы посмотреть, что у нас происходит. Сейчас есть веб-камеры, сейчас у всех скоростной интернет, и это можно все увидеть. Теперь, что касается того, как зацепить именно пользователя. Это вот то, что может пользователя заинтересовать. Теперь нам нужно получить его контакт. Для того, чтобы получить его контакт, нужно как-то его заставить провзаимодействовать с сайтом. Чаще всего на сайте есть просто телефон. Сейчас этого недостаточно. Сейчас должна быть кнопочка «Заказать звонок» или «Позвоните мне», где я просто ввожу свой телефон, и менеджер сам со мной созванивается. Мне не нужно ждать, переключаться, переключаться. Это часто напрягает. Надо самому оперативно брать, а во-вторых, еще не сразу попадешь. Да. Помимо этого, должна быть возможность как-то заказать себе подробную информацию. Например, введите e-mail и получите наш буклет, либо пресс-релиз официальный с картинками, с подробностями и со всеми уточнениями. Дим, спасибо огромное. Мы сейчас прерываемся, слушаем рубрику «Вне времени», а потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Говорим сегодня о способах повысить конверсию интернет-сайта. У меня в гостях Дмитрий Голополосов, основатель сервиса «Ротопост», управляющий партнер группы компании «Синтек». Телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании «Финам.ФМ». Вы можете к нам присоединиться, задать свои вопросы Дмитрию. Как это сделала Олеся, и причем достаточно удачно, потому что ей досталась твоя книжка. Ну, собственно, давай продолжим ответ на вопрос Олеси, да? Да, я хотел бы еще сказать о таком моменте, как мобильные устройства. Очень нередко компании, которые, казалось бы, должны основное свое внимание уделять именно тому, как они выглядят на мобильных устройствах, они этого не делают. Приведу простой пример. Я регулярно с женой езжу по городам России на автомобиле, ну, просто в качестве изучения различных городов. Просто интересно побывать в разных городах. И, оказываясь, в каком-то городе, я обязательно ввожу в поисковую систему запрос гостиницы и этот город. И часто оказывается так, что на сайте гостиницы телефон указан без кода региона, например. Как я могу туда позвонить? Мне надо сначала найти код региона. То есть забавно, смотри, эта гостиница рассчитывает, что заселяться в ней будут жители этого же города. Если нет кода региона. Да, да. То есть это простые вещи, на которые часто не обращают внимания. На некоторых сайтах телефон, например, некликабельный. Он сделан картинкой, либо сделан как-то так, что заходя с мобильного устройства, я не могу нажать на него. Это тоже минус. Вот эти вещи крайне важны. И в том числе на сайте, который мы обсуждали с недвижимостью. Потому что люди ищут это, и я по себе знаю. Часто, находясь в автомобиле, просто я же проезжаю мимо каких-то мест и видят адрес сайта. Телефон запомнить довольно сложно. Конечно. Тем более проезжая мимо, да вроде бы... Адрес сайта, либо название какого-то объекта запомнить проще. Я увидел название, запомнил его, ввел в телефоне в поисковую систему, попал на сайт компании. И этот сайт должен мне с мобильного телефона показать все, что мне нужно, чтобы я с ним провзаимодействовал. Это крайне важно. Понятно. Так, ну хорошо. Будем считать, что на вопрос Олеси мы ответили. Давай продолжим, собственно, о способах повысить конверсию интернет-сайта более детально. Их 80. Все 80 мы, наверное, обсудить не сможем. Да, 80 и больше, как ты уже говорил. Ну давай основные все-таки продолжим. О цвете мы поговорили. Цвет кнопочек крайне важен. И не только кнопочек, наверное, да? Не только кнопочек. Все элементы важны. Давайте большими мазками, да? Давайте. Есть такой принцип в работе над конверсией, что нам в первую очередь надо менять что-то глобально. Если мы меняем какой-то маленький элемент, то мы можем просто не увидеть разницы. Или разница будет, допустим, в несколько процентов. Это несущественная разница, и можно списать это на погрешность. И просто не задумываться об этом. Поэтому менять надо что-то большими мазками. Еще один принцип, которого я всегда рекомендую придерживаться, и это проверено практикой, то, что на каждой странице должно быть одно целевое действие для пользователя. Если это интернет-магазин, предположим, то на главной странице основным действием должен быть переход пользователя к товарам. Либо это к какому-то конкретному товару, либо в каталог товаров. Но это все должно призывать к тому, чтобы он зашел посмотреть подробнее, что предлагает этот интернет-магазин. Если мы находимся на странице одного товара, то все должно идти к тому, чтобы человек добавил этот товар в корзину, либо сделал заказ одним кликом, как сейчас тоже часто. А все это что? То есть о нем нужно максимально подробную информацию увидеть, да? Или она должна быть подана так, чтобы не захотелось это купить? Все, что мы на этой странице делаем, оно должно способствовать тому, чтобы человек совершил нужное нам действие. Если мы хотим какие-то характеристики товара указать, то это должны быть те характеристики, которые сподвигнут человека нажать кнопку. Они наоборот, да? Да, они дадут ему лишнюю информацию, либо его запутают, отвлекут. Часто бывает такое, и это практически на каждом сайте нужно исправлять, что человек, находясь уже на странице покупки товара, видит ссылочку условия доставки, например. И ссылка условия доставки ведет на новую страницу, где он может это прочитать. Так вот, уводя пользователя с той страницы, где он хочет что-то купить, мы реально теряем людей. То есть он может уже не вернуться. Он может не вернуться. Поэтому здесь есть простой элегантный способ показывать это во всплывающем окошке, либо как-то под кнопкой. Так, чтобы пользователь все равно внимание свое не уводил от нужного ему действия. Так вот, принцип «одно главное действие на странице» это для большинства сайтов первое, что нужно сделать. Ясно. Так. Дальше. Одно главное действие. Да, одно главное действие. И нам всегда надо понимать, что пользователь хочет получить от сайта. Если это интернет-магазин, то, скорее всего, он хочет товар. Если это какой-то узкоспециализированный сайт, то часто пользователь хочет решить какую-то проблему. И это влияет на все, на все элементы сайта. Даже на, предположим, кнопки. Кнопка может быть не купить, а, допустим, улучшить свои желудочные условия. И человек уже понимает, что нажимая на эту кнопку, он не просто что-то покупает или регистрируется. Не просто тратит деньги, да. А он получает дырки, а не дрель. Вот это тоже такой важный принцип, чтобы мы продавали не дрель, а именно дырки. И наш опыт показывает, что изменение текста главных кнопок и текста призывов к действию, что вот купи сейчас и так далее, это все крайне важно. И мы должны человеку продавать именно то, что он хочет. Помимо этого, ну, если брать большими мазками, то различные вещи, которые способствуют тому, чтобы человек принял решение прямо сейчас. Это, в частности, ограничение по времени. Что если мы, например, регистрируемся на какое-то мероприятие, то там практически сейчас уже на каждом сайте можно видеть, что осталось два дня до повышения цен. И мы призываем человека сделать покупку именно сейчас. А можно говорить, что это исключительно маркетинговый ход, потому что никакого повышения цен все равно не будет? Ну, это так меня подталкивает к тому, чтобы я решение принял. Ну, чаще всего оно все-таки бывает, повышение цен, но даже если его не будет, это просто способ сделать, чтобы пользователь принял решение сейчас. Если пользователь не принимает решение прямо сейчас, то конверсия падает значительно. У меня в книжке там есть пример исследования крупнейших интернет-магазинов. И там различный процент потери пользователей по вот причине того, что нет информации, например, о доставке, либо человек не получил какую-то нужную информацию, либо процесс сложный, либо нет там всех способов оплаты, ну и так далее. Почему, например, на некоторых сервисах какая-то вот, на некоторых сайтах мелочь заставляет нас пользоваться именно этим сайтом? Вот какая-то маленькая удобная вещь. А она чаще всего решает конкретные задачи пользователя. Ну смотри, ты, тем не менее, говоришь, что правильнее именно смотреть, делать, что называется, широкими мазками, да, смотреть глобально на вещи. А сейчас ты говоришь, что именно какая-то деталь, конкретная маленькая деталь может заставить меня остаться на этом сайте. Не правда. Так вот, это можно разбить, работа на конверсии на этапы. Сначала мы определяемся с некой общей концепцией. Да, вот то, что я говорил. Мы должны понять, что хочет пользователь, дать ему это. Мы должны на каждой странице сделать одно главное действие, а потом уже мы докручиваем детали. Прикручиваем акции, ограничения по времени, прикручиваем какие-то дополнительные возможности. Онлайн-оператора, который может прямо здесь и на сайте помочь человеку. Звонок с сайта, чтобы человеку не нужно было тянуться к телефону, он нажал кнопку и говорит прямо на сайте с оператором. И различные вещи. Изменение цвета кнопки, размера кнопки, текста. Это уже нюансы. Еще момент, про который часто забывают, это то, что на сайте должны быть люди. Если мы только сделали сайт и пока там нет еще большой посещаемости, то мы не сможем просто провести никакие эксперименты. Мы не сможем сравнить поведение пользователей при одном варианте нашего сайта и при другом варианте нашего сайта. если у нас крупный интернет-магазин, если мы берем, например, магазин Amazon, на котором эксперимент проводится там за три минуты, например. За три минуты пришло несколько тысяч человек и мы увидели, что лучше, что хуже. Поэтому нужно от этого плясать. И чем меньше у нас посещаемость, тем более крупными мазками мы должны работать над конверсией. Потому что мелочи, мы просто не сможем их оценить, не хватит аудитории. А в принципе можно говорить о какой-то конкретной цифре, чтобы эта статистика была более-менее объективна? То есть надо, чтобы, условно говоря, сто человек обязательно побывали и тогда можно понять, работает это или не работает. Вот чтобы статистика была достоверна, нужно в голове иметь как минимум две цифры. Первое, это количество конверсий. Желательно, чтобы количество конверсий было хотя бы сто. Вот сто конверсий, тогда мы можем какие-то выводы делать. Вторая цифра, которая крайне важна, это процент изменения конверсии. Если конверсия изменилась на 5, на 10 процентов, то очень может быть, что это просто погрешность. Если мы конверсию изменили на 15, 30, 40 процентов или на 300 процентов, такое тоже бывает, то это уже существенные цифры, это можно брать и сразу менять сайт. Понятно. Понятно. Так, значит, давай тогда, у нас еще две минутки осталось до новостей. Давай вот о чем поговорим. Ну, понятно, что есть наверняка определенные технологии, которыми ты владеешь. И тем не менее, можно ли говорить о том, что идеи, которые мне приходят вот в плане конверсии, это некая такой, это некая такой творческая составляющая. То есть, я интуитивно это почувствовал, или мне показалось это, или мне вот, или все-таки это вещи такие технологические, вот так надо делать и никак иначе. Мой ответ и да, и нет. Я на такие вопросы всегда отвечаю, что надо проверять. Вот все наши гипотезы, а гипотезами я называю и то, что приходит нам первое на ум, наша вот интуиция, это то, что говорят нам коллеги, это то, что говорят различные эксперты, в том числе я, это просто гипотезы, которые надо проверить. И вот те способы, которыми уже кто-то смог повысить конверсию, это тоже гипотеза, это тоже надо проверить. Ты говорил о том, что у них сработала, да, такая конверсия, а у нас может не сработать. Не значит, что у нас будет так же. Поэтому все это, это набор гипотез, которые надо проверить. Если у человека интуиция работает хорошо, то он может угадывать, да, но все равно лучше проверить. И я сталкивался неоднократно с примерами, когда интуиция подскажет, что надо сделать так, по факту не так. И вот сидишь и думаешь, ну вот, ну так же неудобно, ну почему они это делают? А они это реально делают пользователи. А им вот так. Потому что только реальные люди скажут вам, как нужно. То есть в любом случае, да, нужен, что называется, конкретный опыт. Надо проверять. Идею обязательно надо воплотить. Если у человека есть опыт, он может идею довести до такого состояния, когда вероятность того, что она сработает, она повышается. То есть если я знаю, например, что вот такие-то кнопки лучше работают, то они, скорее всего, будут лучше работать. Это проверено опытом уже. Да, потому что на десятках сайтов получилось, что видео справа это лучше, например, да, или кнопка слева. То есть тоже, тоже любопытно, видео справа. Сейчас, Дима, спасибо, еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.фм, ну и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя часть у нас осталась, последние 12 минуточек. Я напомню, мы сегодня обсуждаем конверсию интернет-сайтов. У меня в гостях Дмитрий Голополосов, основатель сервиса Ротопост, управляющий партнер группы компании Синтек. Ну и на всякий случай, еще раз я напомню для вас, уважаемые радиослушатели, телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании финам.фм. Так, продолжим наш разговор. Дима, вот, мне показалось, еще важно, что обсудить. В какой момент я о конверсии задумываюсь? Или это такой вечная история, что называется? Я склонен считать, что работа над конверсией это некая вечная история, потому что приоритеты меняются. Как я уже говорил, сейчас крайне важно знать и понимать, как сайт выглядит на мобильных устройствах. Еще несколько лет назад это было не так важно. А, кстати, извини, пожалуйста, с технологической точки зрения разница есть? Вот есть у меня сайт, который доступен со стационарных устройств, есть пресловутые таблетки, планшеты и прочие смартфоны. С технологической точки зрения там разные сайты? Как и возможности, наверное, да, тоже? Да, да, можно технически сделать так, что по одному и тому же адресу открываются разные сайты на разных устройствах. И если сайт сделан так, что на мобильном телефоне, например, им пользоваться будет не очень удобно, то желательно делать версию именно для мобильного телефона. На планшете часто и обычные сайты видны нормально. Поэтому мобильная версия нужна. Если деятельность сайта подразумевает, что им можно взаимодействовать с помощью приложения, то нужно делать приложение. То есть, если это интернет-магазин, то у многих интернет-магазинов уже есть приложения, из которых все можно сделать удобнее. Это сильно затратная вообще история, вот это приложение специальное сделать? Приложения, предложений на рынке сейчас огромное количество. Насколько мне известно, среднего уровня приложения можно сделать порядка за 300-500 тысяч рублей. это будет полноценное приложение под iPhone, Android. Хорошо. Теперь еще одна тема важная, о которой сейчас мы во время новостей с тобой говорили. Как связан трафик на сайте и, собственно, конверсия. Какие-то есть, да, тут точки соприкосновения? Да. Сейчас кто что-либо слышал о поисковом трафике, о поисковых системах, наверняка уже сталкивался с термином поведенческие факторы. По большому счету, это некие дополнительные знаки для поисковой системы о том, как относиться к сайту, который она хочет в результатах поиска показать. Так вот, поведенческие факторы, по сути, не что иное, как результат работы над конверсией. Если на нашем сайте человек получает нужную информацию, то это хорошо. Это значит хорошая конверсия, и это значит поведенческие факторы на нем хорошие. Он получил информацию, он никуда от нас не уходит, не уходит на другие сайты и взаимодействует с нашим сайтом. Если человек совершает покупку на нашем сайте, представители Яндекса говорят о том, что они каким-то собственным способом считают конверсии. Даже если на сайте не установлена Яндекс метрика, какие-то средства аналитики. В данном случае представители, ты вспомнил про Яндекс, Яндекс как поисковик, да? Да, Яндекс как поисковая система. Они говорили на одной из конференций, что они могут считать конверсии. Ну, конверсии в их понимании. Но в любом случае это означает, что человек совершает некое действие на каждой странице. А это не что иное, как работа над конверсией. Если мы влияем на конверсию, мы тем самым влияем на поведенческие факторы пользователей на сайте. И тем самым мы влияем на результаты поиска на положение нашего сайта в поисковой системе. Тем самым мы увеличиваем свой трафик. Это один из аспектов, когда напрямую трафик. Можно рассмотреть это с другой стороны. Еще один плюс от работы над конверсией. Для любого бизнеса есть очевидное понятие, как стоимость привлечения одного клиента. Так вот, если мы повышаем конверсию на сайте, то стоимость привлечения клиента естественно падает. Потому что из 100 человек у нас уже не 5 совершает покупку, например, а 7 человек. Стоимость привлечения у нас естественно ниже. Что это означает? Это означает, что мы можем покупать более дорогую рекламу. Если мы умеем конвертировать пользователя, то мы можем покупать себе более дорогую рекламу, потому что она будет окупаться. У нас конверсия высокая. И часто компания смотрит, что конкуренты покупают дорогую рекламу и не понимают, а зачем они это делают? Так у них это окупается и все. Просто за счет того, что они работают над конверсией. И вот тем самым опосредованно конверсия помогает увеличить в том числе и трафик. Мы можем использовать источники, которые раньше были невыгодны. Например, трафик социальных сетей. Если раньше он был невыгоден, теперь мы научились его конвертировать, показали пользователю то, что он хочет. Ведь простой пример. Когда пользователь переходит например из социальной сети в Facebook и видит на сайте регистрацию, то тот факт, что на сайте будет возможность залогиниться через Facebook, не вводя никаких паролей, ничего не делая, просто войти на сайт через Facebook, для него это будет очень существенным фактором, который позволит его сконвертировать. То есть упрощает жизнь просто. Упрощает однозначно. И сейчас я вижу тенденцию, что пользователи, если нет возможности войти на сайт через Facebook или ВКонтакте, они просто не регистрируются на этом сайте. Лениво. Зачем? Если есть рядом сайты, которые позволяют это сделать. Именно так. Лениво. Лениво. Хороший термин. Дим, давай у нас есть еще один звонок, послушаем. Александр, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый. Ну, к сожалению, сначала слушаю передачу, но не думаю, что спецвопрос так обсуждался в принципе. Так, давайте. Вот. Ну, так я понимаю, все-таки представители Ротопост провалились ссылочные ранжирования в Яндексе или нет? Или все-таки оно там вес этого факта вам как бы снизился? Это один вопрос. И насколько важна все-таки в продвижении социальной сети, допустим, в продвижении вот именно серча. Ну, короче говоря, в выдаче Яндекса. Спасибо. Спасибо, Александр, большое. Кстати, да, по поводу социальных сетей я с Александром согласен. Это очень интересный вопрос. Давай первое вот ответишь на него. Да, первый вопрос. Ссылочное ранжирование. Да, сейчас идет некая истерия на тему того, что Яндекс отменяет ссылочное ранжирование. Давай сначала для остальных, кроме тебя и Александра, разберемся, что это такое. Что это значит? Я простыми словами это расскажу. На конференции в конце прошлого года представитель Яндекса сказал, что в начале 2014 года для коммерческих запросов в московском регионе влияние ссылок будет исключено. То есть ссылки не будут влиять на результаты поиска. Сразу несколько здесь можно сделать выводов. Во-первых, всем сразу бояться не надо, потому что сделано это будет только для тех запросов, по которым у Яндекса достаточно данных, чтобы делать выдачу без влияния ссылок. Например, запрос пластиковые окна или кондиционеры. И те, кто занимается продвижением сайтов, они представляют, что уже сейчас ссылки не главные по таким запросам. Уже сейчас нельзя сделать сайт и сразу же его, допустим, за полгода вывести в топ по этим запросам. Там сидят сайты с возрастом 7, 8, 10 лет, на которых огромное количество контента, большой трафик и уж точно там все с конверсией в порядке. Поэтому бояться сразу не стоит. Следующий момент. Если Яндекс вдруг не может определить, какой сайт лучше по запросу, не учитывая ссылки, куда он обратится? Он обратится к ссылкам, поэтому ссылки важны. Для региональных сайтов никакой информации пока нет и больше того, представитель Яндекса на той же самой конференции сказал, что регионы будут подключаться только в случае, если у них будет достаточно данных, что собственно не очень реалистично в ближайшее время. Поэтому ссылки все еще работают и я думаю, что они будут продолжать работать еще довольно долгое время. Понятно. Это мы ответили на первый вопрос. В подробности уголубляться не будем. Перейдем к второму вопросу. Активность в социальных сетях. Сейчас хороший пример до разговора с Александром предложил, что мне лениво. Если нет возможности регистрации страниц социальной сети, это сильно проигрывает. Это однозначно. Если человек пришел из социальной сети к нам на сайт, то мы должны ему дать инструменты, к которым он привык к своей социальной сети. Например, если это новостной сайт, то там должна быть возможность сделать лайк или репост для своих читателей ВКонтакте или Фейсбук. Если человек пришел из ВКонтакта, то наличие возможности прокомментировать статью, будучи вошедшим ВКонтакте, это тоже увеличивает вероятность того, что человек оставит вам комментарий, нежели ему нужно регистрироваться на сайте или вводить логины и пароли. Не говоря уже о капче. Я думаю, все знают, что такое капче. Некий набор символов, который искажен, и введите вот это секретное слово. Так вот, практика показывает, что просто наличие капче на странице регистрации снижает конверсию, по-моему, то ли на 40, то ли на 50%. Я увидел этот искаженный и сразу же бежать. Одно дело пароль себе придумать, и то уже лениво, а другое дело ввести эту капчу. Так вот, социальные сети крайне важны. если у нас на сайте появляется трафик, появляются люди, которые как-то с нашим сайтом взаимодействуют, то вполне логично, что в социальных сетях появляется тоже некая активность, связанная с нашим сайтом. Там группа может сформироваться. Там может сформироваться группа, там могут люди делиться ссылками на этот сайт. Мы не можем утверждать, что тот же Яндекс учитывает активность в социальных сетях и как-то это использует при ранжировании сайтов. Однако же это выглядит более чем логично. с точки конверсии и если говорить именно о продвижении сайтов, то там тоже есть закономерность для специалистов. Спасибо, Дима. Спасибо, очень интересно. Я напомню, Дмитрий Голополосов, основатель сервиса Ротопост, управляющий партнер группой компании Синтек. Сегодня в бизнес-классе мы говорили о конверсии интернет-сайта. Дима, спасибо тебе, что нашел время нас посетить. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания.